Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Почти два года назад в Печетевые был развод. В браке и после развода было желание научиться принимать себя. Так. А из-за чего был развод? Ваша версия, что из-за личностных проблем, ну, как-то не очень, если честно, правдоподобно, потому что, ну, допустим, у вас личностные проблемы, хорошо, но у мужа бывшего проблем нет. И если у него проблем нет, то он ведь мог вам помочь решить свои трудности. Он ведь мог вам помочь преодолеть свой кризис, который у вас определенно есть. И получается, получается, что мужчина не был слишком заинтересован в том, чтобы вы свои проблемы решили. Как это видится мне в любом случае. Значит, дело не только в личных проблемах ваших, но и в том, как вы выстраивали отношения в браке с бывшим мужем. Я могу, конечно, предположить, что уж коли вы не принимали себя и не принимаете себя, как я понял, что вы не могли принять другого человека, но до брака вы же как-то смогли дожить с мужчиной. То есть вы вышли замуж, создали семью, значит, вы встречались с этим мужчиной, вы сблизились с ним, у вас возникли чувства, связь, пара. Понимаете? И это всё было. И ваши личностные проблемы этому не помешали. По крайней мере, создание семьи. И вот здесь меня интересует такой момент. Проблемы с принятием себя появились уже в браке или до брака были? А какова была динамика? То есть, если вы не принимали себя до брака, то как вы смогли построить отношения, построить семью? Если после заключения брака у вас появилось более острое непринятие себя, то что изменилось. Вот с этим нужно разбираться. Понимаете? Так, в браке и после развода было желание научиться принимать себя. Развелась из-за проблем. Скажите, а у вас в браке было желание научиться принимать себя? К психологу нужно было обратиться тогда, во время, в период нахождения в браке. Что значит? Было желание научиться принимать себя. То есть, вы себя не принимаете. Это значит, что вы боитесь остаться одна. Это значит, что вы нуждаетесь в других людях и так далее. А откуда вы знаете, что вы себя не принимаете? Что на это указывает? Давайте так. Вы, вот это просто в направлении к принятию себя, да? Вы выпишите на листочке бумаги те качества, которые вы в себе принимаете и аргументируете это. Мне бы хотелось, чтобы вы определили природу непринятия определенных качеств, конкретных качеств. То есть, как случилось так, что вы отрицаете саму себя. Человек не может отрицать сам себя. А этому вас кто-то научил. Кто-то внушил вам, что определенные ваши качества не имеют права на существование. Кто-то и для чего-то. Вот с этого стоит начать. После развода хотела пытаться вернуть эти отношения, но личностные проблемы решить не получаются. После развода хотела пытаться вернуть эти отношения. Как? Как вы рассчитывали попытаться вернуть эти отношения? Ну, вы говорите, после развода хотела попытаться вернуть отношения. Как? Может быть, до развода не стоило доводить тогда, если хотели попытаться вернуть отношения. Знал ли муж, что у вас личностные проблемы? Понимаете ли вы, что отношения строят двое людей, и что важно не только ваше желание, но и желание мужа? Что в разводе ответственны также не только вы, но и он, и, может быть, он хотел развестись с вами? Здесь я вижу гиперответственность. То есть вы стремитесь взять на себя ответственность за все. По крайней мере, точно за то, что вам, ну, не подвластно. В данном случае отношения, потому что, еще раз повторю, отношения строят двое людей. Так, личностные проблемы решить не получаются. Ну, это естественно, потому что, во-первых, с одной стороны, я не вижу, как именно вы их решали. То есть, если вы считаете решением вот ваши вопросы, которые вы задаете, то это, к сожалению, не решение. Это иллюзия только. Вот вы говорите, что возможности поработать с психологом нет. В каком смысле? А, до этого обращалась, но не особо помогло, и работа тоже. До этого обращалась к кому? Не особо помогло в чем? Вы работали сами над проблемами? Вы хотели сами работать? Вы хотели сами что-то делать? Вы делали сами что-то? Или вы считаете, что психолог все должен за вас сделать? Если так, то вы ошибаетесь. Психолог не будет делать за вас вашу работу. То есть, это все равно нужно вам, это вы делаете, это ваш путь. Психолог поможет, но он не сделает это за вас. Не особо помогло, и работа тоже. Вот, непонятно, что вы пишете. Не особо помогло, и не особо помогло в чем, да? И работа тоже. Что это значит, работа тоже? Работа где? Кем? То есть, вернуть не могу. Ну, если честно, странно. Странно. Личностные проблемы, принятие себя, да? Если они, если они были у вас до того, как вы вышли замуж, принимались с вашим мужем. И получается, потом приниматься перестали. У этого есть причина. То есть, если перестали, то по какой причине перестали? Если личностные проблемы появились в браке, то отчасти за них не сделает ответственность ваш бывший муж. В таком случае, зачем он вам, если он породил вас эти проблемы? Тоже не совсем понятно. Так, отсюда депрессия, пишите вы. А депрессия, это серьезное психическое заболевание, которое диагностируется врачом. И при котором назначается лечение медикаментозное, в том числе. Да? Медикаментозное лечение. И психотерапия обязательно. То есть, медикаментозное лечение для создания условий, для того, чтобы вы были восприимчивы к психотерапии. А психотерапия это основное. Если у вас есть диагноз. То есть, у вас есть диагноз, что у вас депрессия? Если диагноза нет, почему вы решили, что депрессия? Депрессивное подавленное состояние может быть кем подавлено? Чем подавлено? Что конкретно давит вас? Понимаете? Если давит вас, то чем давит? Имеет ли отношение это к вам, если вы испытываете давление? При этом все время боюсь услышать или увидеть, что БМ женился. Почему? Вы отношения хотите вернуть по какой причине? Что они вам нужны? То есть, для себя. А что именно вам нужно тогда? Какие желания вами движут? Вернуть отношения. Если вы любите своего бывшего мужа, разве не является целью любви, чтобы человек был счастлив? Тогда почему вы не желаете, чтобы бывший муж женился, это сделало бы его счастливым, разве нет? То есть, определите сперва с направлением вашего отношения к бывшему мужу, какое оно? На что направлено? На что нацелено? Тогда уже можно будет исходить. Ага, беспокоит этот страх. Ну, понимаете, вот страх, это такой обман сознательный. Вот вы сейчас находитесь в беспомощном состоянии. Да? То есть, просто в подвешенном состоянии вы находитесь. Когда вы чего-то хотите, но не можете ничего сделать. Что вы получаете благодаря этому страху? А получаете вы позицию беспомощного и право просить помощи у других людей. То есть, вы получаете право быть жертвой. Под позиция жертвы вам выгодна чем-то. Как правило, подобная позиция выгодна тем, что вы считаете себя достойной этой позиции в глубине души. Вы не считаете для себя возможным взять на себя ответственность за то, что с вами происходит. И выйти из этого состояния. Как бы сказать себе, я могу решить всё сама. Я могу быть счастливой с мужем или нет. То есть, моё счастье, это моя ответственность, не ответственность другого человека. Но вы считаете это не так. У вас иные представления о себе. А это, в свою очередь, означает, что вам эти представления кто-то сформулировал. Как правило, ваши родители, скорее всего. Дальше. Невозможно больше так жить. Я очень устал от этого. Это жалоба. Это жалость к себе. То есть, не то чтобы невозможно так жить. Вы так живёте. И вам это что-то даёт. Вы вот так получаете внимание. Благодаря своему несчастью. Я всё время кручусь вокруг этой ситуации. Потому что, думал, вот решу свои личностные проблемы. И, убедусь для себя, потерял я этого боём или нет. Навязчивые мысли, которые у вас здесь имеют место быть. Навязчивые мысли. Опять же, являются проявлением какого-то желания. Вашего желания. Которое вы себе подавляете напрямую. То есть, например, вы всё время крутитесь вокруг этой ситуации. Потому что эта ситуация вам что-то должна дать. Именно вам. Но поскольку ситуация связана с человеком, она не может вам ничего дать. Потому что это человек. Человек не обязан вам что-либо давать. Опять же, потому что это человек. Но для каждого вопроса, что вы тогда хотите? Если вы любите, то вы хотите отдавать. Просто отдавать. Тогда необходимости крутиться вокруг этой ситуации нет. Если вы хотите получать что-то, это ваше ответственность. И нужно разбираться в чём именно вы нуждаетесь. И чем продиктован выбор средства для удовлетворения этой самой потребности, нуждаемости. Да? А думала, вот решу свои личностные проблемы и убеждусь для себя, потеряла я БМ или нет. Понимаете? И вам не кажется, что здесь есть какая-то условность? То есть, с проблемами вы нужны, а вы не нужны? Без проблем вы нужны. Что это за отношения такие, где есть подобная условность? Вы и правда считаете, что на подобных условиях можно выстраивать адекватные, здоровые, искренние, близкие, эмоциональные, чистые отношения, здоровые? Это неубеждённость, незавершённость и держит меня. Нет. Понимаете? Вас держит не незавершённость. Вас держит скорее именно нежелание признать, что это закончилось. Потому что тогда ваше желание нужно будет удовлетворять по-другому. А вы боитесь этого с одной стороны, и с другой стороны считаете, что у вас не получится, что вы недостойны. Отсюда и, как бы, удержание в неубеждённости и в незавершённости. Вам это выгодно. Сейчас я убеждаться не готова. Почему? А потом даже не знаю, целесообразно и разумно ли это делать уже или оставить как есть. Это отношения, если я правильно понимаю вас. То есть, вы говорите, я не знаю, целесообразно и разумно ли, а убеждаться закончились отношения или нет. Разве в отношениях люди руководствуются разумом, целесообразностью? Вероника. Вы серьёзно считаете, что в отношениях нужно руководствоваться разумом и целесообразностью? Мне кажется, руководствоваться нужно кое-чем другим. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задали. Я надеюсь, что вы всё-таки найдёте возможность поработать с психологом. Я бы сказал, что работу с психологом нужно правильно организовать. То есть, правильно поставить. Потому что, когда клиент приходит и просто ждёт, что ему помогут, ничего не будет. Вам никто не поможет, если вы не будете хотеть сами что-то сделать. И вот желание самой реально что-то менять, я у вас, к сожалению, не увидел. И из-за этого, из-за этого есть опасения, что вы целенаправленно удерживаете себя в этом состоянии, чтобы быть жертвой, чтобы получать таким образом внимание. Даже от того, что вы развились, что вы хотели вернуть отношения, но у вас не получилось и так далее. Только так, через жертвенность, через беспомощность, вы можете получить какие-то знаки внимания. Это триггер из детства. Когда родители, вероятно, обращали на вас внимание только-только тогда, когда вам было плохо и внушали вам, что вы недостойны, что вы не способны, что вы не можете, что вы не имеете права быть той, кто вы есть. Это нужно разбирать. Это нужно разбирать и с этим нужно работать. И тогда, тогда вы станете по-другому себя воспринимать. Может быть и бывший муж будет не нужен. А может быть наоборот построить с ним отношения еще лучше и приятнее. Кто знает. Поэтому, проясните для себя те вопросы, которые я озвучил. Вот. И найдите возможность поработать с психологом хотя бы вот на нашем сайте. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!